привет ребята мы сегодня сегодня 1 июля мы решили все-таки сходить и проголосовать за поправки в эти конституцию я вот даже из багажника доставил приличные туфли потому что обычно мы по пляжам всяким ходим в каких-то гомнодавчиках в этих а я одену приличные сейчас туфли и пойду проголосую получу эту пилюлю счастья все сейчас прям я проголосовал за поправки я тоже ответственный человек носки даже летом одеваю сейчас мы по дороге поговорим как мы будем еще не знаем на самом деле как я даже думал не пойти но потом подумал что понимаете это не только право проголосовать это и обязанность а так как мы законопослушные россияне мы мы за российскую федерацию мы пойдем и выполним свой долг а за или против мы сейчас подумаем что там происходит сейчас с детьми обсужу в устах младенцев гласят истина как там и мы сейчас решим я им все объясню они скажут как проголосовать сейчас самая актуальная тема это вот эти поправки до конституцию я сначала вот честно даже думал не пойти как бы их уже приняли конституцию идти только чтобы чтобы идти как бы было не очень интересно но потом как бы раз наш президент просит а мы поддерживаем путина правильно он нам крым присоединил я решил пойти потому что путин у нас сюда удаля даже стих ему как-то читала но потом я увидел что все единороссы начали рекламировать эти поправки точно так же как они когда-то пенсионную реформу рекламировали рассказывали что наконец-то мы заживем когда единороссы так массово все рекламируют это наталкивает на мысль что надо идти голосовать против потому что пенсионеры не зажили индексация у них сильно не выросла потом я решил разобраться в этих поправках всякие вот эти социальные которые рекламируют по телевизору в принципе их и так можно было делать там индексация этих зарплату если есть в российской федерации лишние деньги то что без таких по конституции тут и детям уже выдают как бы могли и там выдать значит значит просто наши слуги народа не хотят что ли выдавать эти деньги ну как бы непонятно всякие там защита русского языка там или там вот эти вообще которые семья что это мужчина и женщина вообще до смешного я вообще не видел чтобы у нас дальше с леной хотели замуж за друг друга выйти как бы такие вопросы а самые главные вопросы вот эти вот обнуление и значит госсовет там что перепрочинение будет прокуратуры мвд людям как-то и не объяснили что в итоге получится ну честно я не понял хотя это наверно там самое ключевое в этих голосований но я пришел к выводу что раз путин сказал а он наш президент пока новый не нашелся более молодой более амбициозный мы слушаем нашего вождя правильно найдется новый вы может нового слушать пока нам надо поддерживать человека который тут еще даже знаете мы пережили 90-е годы мы пережили переворот в украине революция никогда ничего хорошего не доводит потом не время а срань какая-то идет извините дети поэтому стабильность а путин нам ее дает хоть и такая себе стабильность иногда кажется что могло бы быть и лучше но это стабильность и мы ее радуемся радуемся этой стабильности мы вообще как блогер кирпу все нам тут стабильно на море хватает съездить до на море сейчас поедем и так в итоге что мы будем голосовать как думаешь может быть против против а почему хайпануть как блогеру а ты как думаешь а ты за блины чем не тебя делать самых умных свое мнение скажи ну ладно пойдем проголосуем ты за да за путина а ты против потому что почему хайпануть хайпануть тоже да тут сейчас все пошли и все рассказывают за я проголосовал за но на самом деле это какой-то цирк конституция это уже принято это просто акция где говорят пилюля счастье все сейчас такие радуются что за на витаминов выдали нам маску вон ручку детям подарил так что еще не зря сходили ручка знаете это тоже 10 рублей сходил и заработал 10 рублей сегодня ну я проголосовал за все-таки я остался да я во первых до до самых умных волю послушал и все-таки я думаю что все-таки путин присоединил крым к россии поэтому мы будем его поддерживать это было наше одно из одно из таких событий в нашей жизни он сделал такую величайшую вещь поэтому мы не можем проголосовать против а если найдется какой-то молодой амбициозный новый президент и свергнет путина как-нибудь он его свергнет тогда мы уже будем думать а пока мы слушаемся нашего лидера и едем купаться на море да да ага ага все привет из крыма крым за путина у нас да или за собчак или за навального может и навальная